Приветствую вас. Ну, давайте мы для начала попробуем с вами сказать такую вещь. На мой взгляд, это очень важно, на мой взгляд, это очень, ну, вообще говоря, это едва ли не самое главное в том, что есть в вашем вопросе. Вы пишите о том, что мужчина вам помог, вы пишите о том, что мужчина однозначно зарахается, правда, не пишите вы никакого вопроса к психологам. То есть, вот, какую-то некую ситуацию вы нам поведали, рассказали, что у вас произошло и, в принципе, на этом все. А какой вопрос-то, собственно, нам, нам вы, как бы, какую задачу ставите? Какой вопрос нам? Чего вы хотите? От нас? От психологов? Не очень понятно. Я полагаю, что вы человек очень эмоциональный, и иногда такие вещи, как вот те, что я описал, вам просто-напросто, ну, не то чтобы незаметны, ну, просто вы не придаете им значения. Вот самое необходимое, самое яркое, самое эмоциональное вы выразили, и все. А дальше вы просто пишите, не знаете, какое решение принимать. Представьте, ему радоваться просто не получается, он такое отношение очень обижает. Но ведь решение за вас мы принять не можем. Это было бы нарушение профессиональной этики, надеюсь, вы это понимаете. Поэтому решение нужно принять вам. А вот какое? Исходя из чего? Ну, во-первых, что значит перестать ему радоваться? А зачем переставать ему радоваться? Он ведь ничего плохого не делает. Он явно о вас заботится. Правда, то, как он заботится, наводит на мысль о том, что он воспринимает вас как ребенка. То есть не воспринимает всерьез. И, быть может, в этом вся проблема? Может быть, именно в этом проблема, что он не видит в вас серьезную личность, не видит в вас женщину? Может быть, он видит в вас только ребенка? И все. Это очень хорошо объяснило его поведение. И сейчас шарахается он, как вы говорите от вас тогда, по той лишь причине, что с одной стороны, вы его привлекаете как женщина. А с другой стороны, он почему-то не позволяет себе идти с вами на сближение. И это, боюсь, его проблема. Это, боюсь, чисто его комплекс, который не позволяет мужчине адекватно выражать вам свои эмоции. Дальше. Дальше. Вы пишите о том, что вас это поведение обижает. Вообще непонятно. Почему обижает? Чем обижает? Как оно вас оскорбляет, если мужчина просто помогает вам и делает то, что, ну, то, что, в принципе, сделал бы каждый любой нормальный мужчина. Чем вам оскорбление? В том, что мужчина не отвечает вам взаимностью? Возможно. Но если он действительно так стесняется, если он действительно такой в себе неуверенный, то, может быть, тогда имеет смысл самой проявить инициативу? Может быть, имеет смысл самой сказать, что он вам нравится, сказать прямо, потому что мужчины, тем более военные, не понимают полу навеков? Ну, вы просто попробуйте. Хотя бы. А там уже видно будет, получится или нет, и что из этого выйдет. Но в любом случае, то, что есть сейчас, вас не устраивает. И я вас понимаю. Я понимаю, почему вас это не устраивает. Но чтобы устроило, нужно что-то сделать. И вопрос в том, что вы готовы сделать. И для чего. Если вы любите мужчину, если у вас не будет симпатия, то вы принимаете его таким, какой он есть. А если нет, если вы не принимаете его таким, какой он есть, тогда получается, что вы через него пытаетесь реализовать что-то свое. Какие-то свои желания. желание. Ну вот, собственно говоря, об этом, я полагаю, и нужно, в первую очередь, подумать, что это за желания такие у вас, если они могут быть, что решают вам адекватно воспринимать человека. Решение, которое вам нужно принять, оно как доказательство того, чего вы хотите. Хотите быть мужчиной, необходимо изучить его особенности, изучить его тонкости, его индивидуальности. Подстроиться под них, и постараться, исходя из этих тонкостей и особенностей, проявить себя так, чтобы ему стало совершенно очевидно, что вы испытываете к нему потребность. И вот тогда, испытываете к нему симпатию, да? И вот тогда, как раз таки, вот и появится его ответная реация. Вот симпатию проявили? Проявили. Увидели, что он в ответ вам дает? Увидили. Либо нужно проявлять симпатию дальше, постоянно. Но он со временем убедился в том, что вы ему симпатизируете, что он вам нравится и так далее и так далее. Либо что? Либо вы отказываетесь выступать в роли инициатора в данных отношениях после двух-трех раз. И это тоже ваше право так поступать. Но вам нужно выбрать именно исходя из этих моментов. И все. И не настраиваться по-напрасному, не переживать по-напрасному. Просто определите для себя последовательность вашего поведения. Чего вы хотите, как вы можете этого добиться, что из ваших средств достижение цели может вам сыграть во вред, что не нанесет вред, по вашему мнению. И вот исходя из этого действуйте, и когда получите результат, когда получите некую обратную связь, вот тогда уже и решите, собственно говоря, что делать дальше. И это будет самым правильным вариантом решения вашей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если нет, какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!